Всем привет! Привет! Ксюша приехала к нам в гости на выходные. И мы сегодня решили вам показать шаркутери-борд. На русский это переводится сырная доска. Мы это очень часто делаем вечером, когда я у них жила, мы просто хотели попить чаю или бокальчик пина, и мы выкладывали разные сыры, разные фрукты, разные овощи, и сами, как они называются, это finger food, берешь пальчиками и кушаешь. Это очень удобно тоже, чтобы не накрывать, настолько у вас приходят гости. Американцы не очень любят проводить много времени на кухне, что-то такое делать, готовить салаты, оливье, вот эту всю селедку под шубу, они это не очень делают, когда к ним в гости приходят. Они это больше любят, например, шаркутери-борд, они могут поставить чипсы, они могут поставить что-то еще, может какое-то сладенькое, и ты приходишь и сам собираешь свои маленькие бутербродики. Сегодня мы покажем, когда к нам приходят русские гости, мы тоже это делаем, всем очень нравится, потому что ты можешь собрать все, что ты хочешь сам, но это входит сыр, мы сейчас вам покажем поближе сыры, разные мяса, фрукты, овощи, всякие вкусняшки, и вот мы покажем, как мы это можем очень красиво оформить, пригласить друзей или родственников, и вот устроить такой вкусный вечер с кофем, с чаем или с бокальчиками. Ну, основной ингредиент на шаркутери-борд это всегда сыр. Американцы вообще любят сыр в разных видах, и часто, кстати, его используют как закуску к вину, и поэтому основной ингредиент, конечно, будет сыр. Но начнем с того, что нужно каждый вид сыра. Нужно, например, твердые сыры, и мы с Ксюшей уже сегодня были в магазине и купили манчега, это вот такой, видите, твердый сыр манчега. Мы взяли немножко, потому что мы только, ну, вот на один вечер все делаем. Потом следующий сыр мы взяли хорватии, но мне трудно сказать, какой он консистенции, цвет вроде бы как мягенький. Обычно идет где-то внутри, может быть, пять видов сыров на одну доску, поэтому мы будем, сегодня у нас будет пять видов. Мы очень любим мягкий сыр, сыр бри, вот он. И мы также взяли, он больше, наверное, как помазка, мы его будем использовать сегодня с красной рыбой. Он идет с чесноком и с всевозможными травами, такой мягкий сыр помазка. И еще моцарелла, но это не просто моцарелла, вот такие вот шарики, которые идут уже вот в заправке с оливковым маслом и со всевозможными специями. Следующее, это мы добавляем мясо, конечно, что мы взяли, мы нашли салами. Кстати, в Америке, мне кажется, не всегда хороший выбор мяса есть такого и вот как колбаски, еще такого. Мне кажется, в России было намного лучше, мам, если ты согласна со мной. Мне хорошо, да. Вот мы взяли салами такой и мы взяли прошутто, мне нравится. Что американцы не делают, но мы, как русские, которые любим красную рыбку солененькую, мы всегда любим вкладывать тоже красную солененькую рыбку. То есть мы добавим это тоже. Но опять же, еще один главный ингредиент, как мы его назовем, это борт, то есть это доска. Вот это вот я, кстати, маме с папой подарила давно уже на какой-то праздник, мы используем обычно это, но сейчас, мне кажется, нам не хватит всего, чтобы вам показать, поэтому мы взяли еще вот одну такую вот доску тоже. И вот всякие ножички красиво мы тоже это все разложим. Для всяких соусов, помазочек и всякое такое можно вот такие вот красивенькие, маленькие, как они называют? Можно всякую емкость, как маленькие тарелочки такие, можно как маленькие графинчики, тоже на ваше усмотрение. Подойдет разного цвета и разной формы, поэтому используйте все, что есть в доме, оно все будет хорошо смотреться. Ну, следующее, что всегда они используют на этой сырной доске, это что-то солененькое. Мы поехали и взяли на развес оливки, и вот мы положим это всякие разные оливочки. И еще, конечно, нужно маленькие огурчики, тоже солененькое, добавить туда. Что еще? Конечно, нужно разные хлебушки и кракеры. Мы пытались хлеб не использовать, чтобы чуть-чуть быть по... как это надо говорить? Ну, стройными. Да. Поэтому мы взяли кракеры всякие разные, тоже на разный вкус. Потом, что они всегда добавляют, это орехи. Вот это мы, кстати, у нашего папы забрали. И вот это... С морской солью это уже более сладкие. То есть они могут быть соленые орешки, сладенькие орешки. Да, и вот мы любим писташки. Поэтому мы взяли потом. Ну, следующее это сладенькое. Мы очень любим фейг джем. Это джем из инжира. Еще можно добавлять мед. Мы не очень любим мед добавлять на это, но это тоже очень многие используют. И вот мама любит шоколад, темный шоколад хорошо, с апельсиновыми корками. Кстати, иногда помимо инжирного джема они еще могут добавить малиновый джем или клубничный джем. То есть это на ваше усмотрение. Многие, кстати, любят мед, но мы вот больше как-то на инжирный джем. Потом для нашей рыбки мы порежем огурчики и авокадо. Вот это вот наше. То есть это обычно не идет на сырную доску. На почтание не добавляют американцы. Да, но вот мы добавим то, что мы любим. И потом для красоты тоже. То, что что-нибудь яркое, сочное должно быть на нашей доске. Вот мы фруктики мы взяли разные, чтобы и свежести добавить, и красоты. И они, кстати, рекомендуют сезонные фрукты использовать. То есть если у вас есть в это время абрикосы, персики, яблоки, ну что угодно. Грушу очень часто. Грушу, кстати, очень часто они используют яблоки. Ну вот пошли... Обычно всегда ягоды. Это вот голубика, клубника и малина. Но вот у нас сегодня будут ягоды. Ну стараются они, конечно, когда режут сыры, делать разные формы. Ну вот твердый сыр, я знаю, они обычно режут вот такими вот треугольничками. Потом вам, Ксюша, покажет, как они его укладывают красиво на доску. Вот видите? И, допустим, вот этот сыр мы порежем квадратиками. А иногда, если такой крошащийся сыр, они могут просто его руками ломать и вот так вот как бы крошками складывать. Ну вот сыр Хорватии мы нарежем, скорее всего, квадратиками. То есть чтобы у нас были разные формы сыра. Ну смотрите, ребята, мы все нарезали, чтобы вам не сидеть и не мучиться смотреть, пока мы это все режем. Мы приготовили, и что мы хотим показать, это как это все выкладывать на доску. Смотрите, потому что у нас только всего много, мы разделим это на две доски. Одна будет более рыбная, овощная, другая будет более сырно-фруктовая. Когда мы это все раскладываем, что сначала, потому что это сырная доска, мы начинаем, конечно, это все с сыра. Вот смотрите, у нас всякие разные сыры здесь есть уже, которые нарезаны. Мы начнем с того, что, наверное, займет больше всего места. Вот мы возьмем вот этот бринь, его вот положим, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну давайте вот так вот, да? То есть кто-то может прийти, кусочек маленький взять, положить на кракер и пойти, да? Вот с этим сыром мы пока не закончили. Следующее, смотрите, вот эти вот сыры, которые вот такие вот твердые, очень интересно их делают. Мы положим сюда, но, я знаю, извиняюсь, я закрываю руками, каждый через кусочек мы повернем в другую сторону. Чтобы презентация была красивая, они, конечно, изобретательные очень американцы в этом плане и стараются сделать так, чтобы это все было интересно, весело. Посмотрите, вот так вот. Кстати, кожицу они не снимают здесь. Да, самое интересное. Следующий сыр мы возьмем в Хорватии, ну, например, его положим вот сюда и тоже его вот так сверху можно так вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, там оно может быть немножко так, знаете, как и небрежно, они это все... Следующая мы положим нашу моцарелку, которая уже кусочек села, очень вкусная так, кстати. Ну, вот, может быть, мы даже вот сюда поставим, да, мам? Да, хорошо. Вот так вот. Следующая мы будем выкладывать мяско. У нас есть салями, мы берем салями и, наверное, вот так вот сюда его положим. Следующая у нас будет прошутто. Прошутто они прокладывают такими штучками, чтобы было легче снимать. Я что люблю делать? Брать вот такой кусочек и вот так вот его собирать, чтобы, знаете, вот так вот красиво было. И вот так вот будем его ставить. Давайте сделаем сейчас пару штучек. Скорее всего, только мама и я будем это сегодня есть. У нас папа и мой брат будут, скорее всего, что-нибудь более... Сытное. Сытное, да. Это для девочек. Ну, у нас в доме только это для девочек. Поэтому не хотим сильно многое выкладывать. Следующее, что мы сделаем, это положить кракеры сюда. Мы некоторые кракеры положим, наверное, на нашу рыбную борт, но сюда вот мы давайте вот так вот в уголочек. Это, по-моему, с чесноком. Нет, да, росит гарлик с чесноком, да? Ну, наверное, да вот сюда вот даже лучше. Давайте вот так вот. То есть просто какой смысл? Нужно полностью закрыть поверхность доски. Потом у нас, например, вот это вот у нас называют table water crackers. У них нет такого большого вкуса, они, мне кажется, такие, мам, питерные. Ну, самые простые, нет. Мне кажется, они так называются water как бы на воде. То есть минимум вкуса, то есть как обычный хлебушек, скажем так. Мы их вот сюда кладем, да, сбоку. И если вам что-то потом нужно, можно всегда это добавлять. Ну, следующее, что мы тут возьмем, наш фиг джем, как вам это сказать? Инжирный джем. Его обычно кушают с бри, поэтому мы поставим рядом с бри. Мы пытаемся найти те места, где с чем-то вы будете это кушать, да? Следующее мы поставим маленькие огурчики вот прямо вот сюда. Да, но, по идее, большинство то, что мы хотели убрать на эту, у нас получилось. Теперь давайте это заложим фруктами все, чтобы было красиво и для свежести. Ну, начинаем с самых больших фруктов. Это у нас клубничка. И вот прямо вот вы можете вот так вот выкладывать, где есть место. Да, свободное пространство, они обычно заполняют, засыпают. Вот пока мы сделаем и так. Потом вот такие вот маленькие... Как гроздочки винограда уже порезанные ножничками. Да, вот мы будем их выкладывать везде тоже. Вот так вот, да, чтобы красиво было у нас все. Потом мы возьмем малиночку. Давайте ее вот, например, сюда можно, сюда. Смотрите, как красиво все получается. Да, уже становится красиво. И давайте возьмем... Ну, как блюбри? Блюбри, голубика. Голубика. Вот так вот мы... Что еще можно? Мы не очень часто это делаем, но мы знаем, многие делают. Это шоколад. Вот его просто ломаете на такие кусочечки. Вы просто можете поставить, но давайте сюда их поставим. И самое, что интересно, что стараются брать вот доску, чтобы она была с краями. Не всегда вот эта доска без краев. Но часто они берут, вот американцы, доски используют. Причем огромные, разные размеры. Мы вам поставим фотографию, как это все может выглядеть. Вы можете увидеть в этом видео. Используют разного размера. И желательно будет с краями, но не всегда. Ну, давайте переходим теперь ко второй доске. Это у нас будет рыбная доска. Ну, как всегда, потому что эта рыбная доска начинается с чего? С рыбки. Мы уже ее поломали. Не поломали, а как сказать? Ну, на кусочки разделили. Разделили. И вот так вот мы ее выложим, чтобы люди могли брать кусочки. И все. Что-то мы сильно много мам. Ну, рыбки, мне кажется, столько не нужно. Достаточно. Хорошая. Что следующее? Это вот такая вот помазка. Мы будем использовать место, наверное, ну, масло. Да, можно сказать? Сырная помазка. Наверное. Чесноком и с травами. Теперь мы поставим оливки. По идее, это можно, конечно, ставить на сырную. И многие люди, скорее всего, поставят ее на сырную доску. Но у нас просто места не было. Мы поэтому поставим это сюда. Потом мы поставим чуть-чуть авокадо. И огурцы. Примерно давайте поставим их вот так вот сюда. Потом, конечно, мы добавим еще чуть-чуть тоже кракеров сюда. Вот таких мы не добавили их на нашу сырную. Поэтому мы можем поставить, например, вот как-то вот так вот. Ой, может они падают. Ну, подождите. Давайте посмотрим. Ну, можно, ничего страшного. Можно положить, поставить, как вам удобно. Ой, это падает, это падает. И давайте еще поставим вот этих водяных кракеров сюда тоже. Вот так вот. Можно давайте сюда. На этой доске, так же, как и на сырной, можно положить чуть-чуть орешек. Орешки у нас есть разные. Мы, наверное, сделали писташки, потому что они не сладкие. Если бы мы это ставили на сырную доску, у нас, например, есть вот такие вот. Глазированные орешки с всевозможными. О, сисолт мы можем сюда тоже поставить. Да, можно будет добавить. И вот я люблю вот такие вот писташки, это хани роустит, это с медом. Но мы это не будем, потому что это сладенькое, наверное, сладенькое сюда не пойдет, ребята. Ну, теперь то же самое, что мы делали с нашей сырной доской, мы сейчас просто будем заполнять место, где у нас есть. Ну, вот, например, вот мы можем сюда их положить, потому что здесь нам надо было больше использовать тарелочек. Может быть, не так красиво будет выглядеть, но, ребята, тоже очень-очень вкусненько. Ну, давайте возьмем. Ну, обычно они, да, заполняют пространство, то есть все, что вот свободное между этими чашечками, они вот орешки могут сыпать, крекеры ложить. Но мы сильно много не будем, да, у нас. Ну, важно, если это мокрое или вот влажное, то есть вот как вот оливки, как вот что-то такое, они предпочитают это, конечно, лучше положить в маленькую тарелочку. Мне кажется, даже, может быть, мам, огурцы можно и без тарелочки. Ну, хорошо, мы решили без тарелочки. Мне кажется, оно будет. Это, мне кажется, на усмотрение. Ну, все, мы готовы уже отдыхать. Наши доски готовы. Вот наша сырная доска и вот наша рыбная доска. И мы будем сейчас наслаждаться замечательной природой, птением птичек и свином. Ксюша? Да, мое любимое белое с авиамбланк, а у меня любимое это как бы бленд, смесь разных красных вен. За ваше здоровье, ребята, и увидимся в следующем видео. Всем пока!